Привет всем, друзья! Вы находитесь на канале CheckerOut, меня зовут Тальтер. А это реакция на седьмую серию сериала Саке. Ситуация выходит из-под контроля. Очень крутой сериал, если честно. Очень нравится игра актеров. И классно развивается сюжет. Прямо всё как надо, если честно. Вот. И что я хотел сказать ещё вначале. Ребят, подписывайтесь на канал. У меня скоро будет 20 тысяч подписчиков. Ну, давайте хотя бы в этом году добьём до 20, чтобы с новой цифрой, такой красивой, войти в следующий год. Типа 21. К концу следующего года у меня будет 21 тысяча. Ну, не знаю. Ну, короче, было бы круто, если бы вы подписались. И пишите комментарии, чтобы поддержать эти видосы, чтобы набрать просмотров и так далее. Ну, в принципе, Саке нормально набирает. Давайте смотреть. Заходите, заходите. Заходите, что увереннее? Здравствуйте. Как вы себя дома чувствуете? О, детишки, как дела? Солешнина? Какие сладкие дети. Стоюсь. ничего страшного у меня такая идея как у вас дела хорошо как вас зовут один один я вам хочу сразу сказать то что вы сюда ко мне попасть не могли это не моя ошибка просто работы дофига не успеваю 120 килограммов есть представляете 100 килограмм встал ну ладно это мои проблемы я сразу говорю извините ну давайте рассказывать советса матвич я многодетная мать у меня пятеро детей мой муж инвалид 2 группы так как его не берут на работу мне приходится одной сюда себе тащить хорошо но продукты хоть хватает я к вам с другой проблемой дело в том что мы живем в однокомнатной квартире у моего дяди наш дом слишком старенький уже еле держится из-за постоянной сырости у меня дети часто были я каждый день к вам прихожу все время поки мать им не обещали помочь но я таки не дождалась помощи просто если вы сейчас мне не поможете то мне придется писать в кмб прокуратуру президенту подождите почти в 1 1 вы конечно не торопитесь то во первых президент вам не поможет 18 миллионов человек каждому же не будет помогать правильно не успеет физически не успеет кмб у него и своих проблем выше для этого мы и мы я районная ким вам помогут чего вы переживаете просто то что вы ко мне не могли попасть но есть у меня такие недобросовестные сотрудники ну бог с господи бог в суде понимаете вам надо дом починить починить надо ремонт сделать ремонт сделать все что нужно мы сделать я вам обещаю не надо какую прокуратуру жаловаться президенту тем более там у него делать вы не переживайте я вам обещаю вам бы клевый если бы он реально помог конечно правда пойдемте блин не переживайте все под контроль возьму я вам обещаю все будет спасибо это многодетная мать не болит одна комнатная квартира ужас дологаном база теплым чего период себе лучшим и секретаршем ну как будто я ни хрена нет 4 всех приема годятных мам буду бояться что надо че-то решать Алло, салам алейкум, брат. Калай, жалай. Кайдас. По этому объекту все, в принципе, понятно. Классно. Но все три школы должны открыться до 1 сентября. Потому что в школах мест не хватает. Это большая проблема. Нужно решать. Поэтому все нужно сдать. И сделать быстро и качественно. Когда закончите? Ну, вы давали задание закончить до 1 сентября. Но у нас как бы проблемы. Цены растут каждый день. Арматура дорожает, перпичи тоже дорожают. Я не понял. Какие у вас тогда проблемы? Проблемы с финансированием. Долгат. Если вы каждый раз будете нам создавать проблемы, то, я думаю, это можно решить так. Чтобы вы больше не работали на нашем районе. Вы уже не первый год с нами работаете. И прекрасно знаете, что у нас всегда есть объем. Тем более все крупные подряды получаете вы. Если не хотите работать, то так и скажите. Без проблем. Найдем других подрядчиков. Хорошо. Мы решим этот вопрос. В последнее время, когда у нас начинается разговор, у вас всегда проблемы по деньгам. Долгат, вы скоро доиграетесь. Если вдруг Акиму не понравится ваша работа, то пиняйте на себя. Я говорил, у нас действительно проблемы с деньгами. Я еще раз говорю. Как говорил Макеевский, с деньгами любой дурак сделает. А мы вам деньги вовремя даем. Правильно? Так что все объекты сдать в срок. Но Макой Ван Дарм? Я. Вот эти столбы именно вы ставили? Да, да, вот эти все столбы мы ставили. Не пойдет? Сылай. Сылай вообще не пойдет. Зачем нам ставить то, что уже давно в прошлом? Денег же нормально выделили, правильно? Старые опоры надо будет поменять и демонтировать их нужно. А по освещению подумайте. Все, через неделю приеду, проверю. Ну что там у тебя? У меня серьезно все. Говорят, за мной КМВ взялась. С чего ты делаешь? Чувствую. Ну какой ты чувствительный стал. Наверное, это больше самовнушение. Вообще у госслужащих есть такое. Они всегда боятся, что кто-то за ними следит. Братан, я не взял, конечно, потолка. Конечно, мне там люди подсказали. Слухок такой ходит? Ну слухов тоже, конечно, просто так не бывает. Конечно. Раз тебя еще не взяли, значит, ты еще в разработке. А может, вообще просто это слух тупый и все. Блин, ну дай бог, что ли, это был просто слух. Уже переживать я совершенно. А что ты переживаешь? Есть за что, что ли? Да нет, нет, ну ничего. Точно? Ну, там, были, конечно, какие-то там по мелочи вещи. Своя? По мелочи, если было бы, наши бы за тобой не взялись. Понимаешь? Если что-то было, то лучше сейчас мне расскажи. Я же твой одноклассник, как-нибудь. Потом поздно просто будет. Братан, я тебе конкретно говорю. Ну, такие-то по мелочи, конечно, движения такие по мелочи были. А чтоб там такие серьезные, такого ничего не было. То есть я всегда стараюсь работать по благо народу. Слушай, мне без разницы, в каком качестве вы эту школу строите. Вам главное бюджет выделили. Ну и все, главное, стройте. А насчет документов не переживайте, я их же сам подпишу. Вроде бы у нас все нормально. Вот новые трубы только поставим. И все. С ума зашел, на хрен нам новые трубы. Вот же старые же есть, вот их демонтируйте, заварите. И все это, лишние бюджеты. Что, первый день замужем, что ли? Вам больше достанешь, чтобы больной что-то не думать, что ли? Э, ну, в принципе, нормально. Да? Да, нормально. Ты лампочки и ламп, поменяешь, чтобы народ не жаловался и все? Так что? Не, ну, по смете сделай, как будто полностью поменяли. Понял? Ну, первый день замужем, что ли? Да. Смотри, как хомяк стал, а раньше до Тендера не таким был. Да, с ума. Смотри, молодой коке, игре. Савет Саматович, благодаря вам мы все-таки получили эту землю. Теперь насчет самой стройки. Можем ли мы получить небольшую отсрочку? Слушайте, я же вам сказал, хоть 50 лет стройте. Мне без разницы. Я вам землю выбил главную. Вот и все. Дальше меня не касается. Я же сказал. Блин, хоть убей, а ты че, ничего не помню. Ну, были там мелочи, конечно, но там... Саян, ты мне вот такие вот дешевые агмии не пихай, дома будешь рассказывать. Лучше сейчас вспомни просто и все. Потом поздно будет. Так, че там было? Давай, 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 вспоминай. Опять вы? Сожалею, да. Сколько тут гектаров? Ну, пять. Пять гектаров земли в центре района. Когда получили? В 2015-м. В 2015-м. А сейчас какой год? Ну, вроде бы 2020-й. Вот. Пять лет земля стоит просто так. Почему ничего не делаете? Ну, вот как раз только и делаем, решаем этот вопрос. Далгат, ты когда получал землю, ты че нам и обещал? Ты сказал, что будешь здесь строить частную школу и садик. Правильно? Только поэтому тебе дали землю. Да там просто... Слушай сюда. Давай так договоримся. Если в течение месяца ты не решишь проблему, то ты будешь судиться со мной. Как тебе? Ну, понял. Я тебе серьезно говорю. Я просто возьму на себя ответственность и заберу земельный участок в пользу государства. И мне наплевать на кого ты надеешься. Понял? Еще раз повторяю, Далгат. Месяц. Если будет тишина, Хайрат, сам будешь докладывать мне. Хорошо, понял. Просто приду и отберу. Надоело уже вас просить, умолять. Раз ты взял на халяву землю, так работай. Слушай, тебе не кажется, что ситуация выходит из-под контроля? Ну, есть такой момент. Вот, я думаю, если дождь пойдет, у нас уже не будет таких проблем, как раньше. Потому что мы арыки расширили и сделали все очень качественно. Ну, видно, что работа сделана на совесть. Я, конечно, понимаю, что с экономической точки зрения невыгодно и по карману бьет. Да, очень бьет. Ну, как говорится, обязательства есть обязательства. И на улице Байгазиева переделайте арыки так же. Конечно, я даже не отпираюсь. Все переделаем, все будет в лучшем виде. И, кстати, напротив супермаркета Салем арыки выделали? Нет, там отношения не имеется. Супермаркет, когда вы делаете? А я почему-то вообще не удивлен. Вот там надо будет арыки полностью переделать. В смысле полностью переделать, если вы там еще не смотрели? А я не смотря уже знаю. Талгат, вам бы у нормальных людей получится работать. Я только хотел спросить, типа, что реально вообще никого нет, кто добросовестно относится. И у нас скоро будет очень серьезный разговор. Да, да. Талгат? Давно пора. Али. Под контроль возьмешь. Все, работайте. Блин, Сайя, Бал. Таврин. Давай срочно выявиться надо. А, все, все, все. Вспомнил. Был косяк, был. Честно скажу, был. Там, короче, один дедушка есть, инвалид. Короче, ему надо было помочь. Он там без очереди квартиру не мог взять. И я, короче... Саят, ты чего мне пугу несешь? Я же тебе по делу говорю. Если за тебя КМВ взялось, все, тебе кранты завтра, понимаешь? Я тебе тогда уже не помогу. А, что ты хочешь от меня? Я не понял. Все чиновники так двигаются. Каждый... На метро двигался, что ли? Я тоже хочу в роскоши жить, на машине двигаться. Что мне делать? На зарплату двигаться, что ли? Э, народ живет же на эту зарплату. Кредиты платит. Налоги платят с этой же зарплаты. И никто не подох с этого. Да мне похрен на этот народ. Я по-своему двигаюсь. А ты думай об этом народе. Это твоя прямая обязанность, понимаешь? Ой, думаем, думаем. Да ни хрена ты не думаешь. Я знаю, что ты задумал. Ты хочешь, чтобы я взял, за тебя там пошел распедалился. А ни хрена такого не будет, понятно? Во-первых, у меня сил не хватит. Во-вторых, у меня принципы. Я не хочу об это сейчас мараться. У меня семья, дети так же. Ну и смысл тогда тебе что-то говорить? Ладно, все, не горячись, ю-мор. Что предлагаю сделать? Зуб. О! О, аспасн! Что за срочность? Ходи с Лёвом поговорить о нам. А на что больше? А можно перекусить. Как дела? Как совет? Нормально. Постоянно напряженно, но работаем. Ни хрена тут цены, да? Что, дорого тебе? Манди в утро гримуте? Дороговато что-то. И нам будет тут скоро дорого. Если мы этого азамата не угомоним. В смысле? Да в прямом. Он, сука, нам акты приемов подписывать не хочет. Мозги парит. Вы про это, да? Да не переживайте сейчас. Скорую Вова уволит. Вот причину найдем. Точно? Ты уверен? Ну, конечно. Думаю, совет Скорую Вова уволит. Слушайте. Может быть, мы все-таки ему скажем, что никакой ЭКНБ за ним не следит, да? И как мы это скажем? Вот твои друзья гнилые твари. Специально напугали ради своей выгоды, так что ли? Не так. Можно же как-то круто сделать. Ну, например, мы ему дадим понять, что мы через свои связи все его проблемы решили. А он нам вместо этого, как благодарность, пару жирных тендеров. Если так, то... Ну, рабочая пока тема. Боже. Идея неплохая. Ну, чуть-чуть попозже, а? Кому, официант, перейся. Сумерезать, мил? Хочешь? Слушай, закажи, что хочешь, я запущу. Да нет, ты че? Точно запущу? Да. Тогда точно такой же стейк, как мы. Ладно? Medium well. Ага. Так, мы... Сперва это Азамата на толком месте. Так это я сегодня уже начну вокруг Азамата. Индрегу, чтобы его быстро уволить. Ну, давай, это вообще мне охренел. Ты прав. Надо этого Азамата убрать, а потом видно будет. Официант, можно воды? Слушай, я и так знаю, что мне лезда. Надо, блин. Нам не так нету. Получи, скажи, что мне реально делает. Короче, я тебе сейчас буду все говорить. Ты запомни это. Если ты в разработке, значит, тебя слушают. А значит, машине тоже лишний раз рот не открывай. Потом в одно и то же кафе не ходи. Дома тоже тебя сто процентов слушают. Поэтому все свои движения забудь. Кто что, что ты будешь предлагать, всем отказывай. И желательно на работе тоже кадровые перестановки сделай. Потому что если не через тебя, через твоих этих кадров будут решать этот вопрос. Давай без Азиата Азаматовича решим на своем уровне. В итоге это тебя коснется. Они будут пытаться информацию выбить из твоих ближних, родственников, подчиненных, подрядчиков. Понимаешь? Рад, но я в них уверен. Это же мои родные. Сахи, ты что, блин? Ты ребенок что ли, блин? Завтра твоих родных закроют. На первом же допросе они расколются. Все о тебе расскажут. Еще и сверху добавят. Твои родные. Им нечего терять. Они максимум, не знаю, условку получат и все. А тебя закроют на 7 минимум лет. Все, все, я тебя понял. Так, 12 часов у меня ресторан, обед, так, в 2 у меня кальян, в 3 у меня массажный салон. Так, что я забыл? Ой, ё-моё. Следующую серию забыл вам показать. Здесь посуды. Так, ну, концовка опять стопудово не к нему, наверное, относится стоять к МБ. Знаете, тот момент такой был, типа, ну, жучки расставляли там. А значит, машина тоже в лишний раз не в ТВ, а потом водой тоже как-то не в ТВ. Я вот думаю, может, это уже, типа, ну, все расставлено. Либо это просто нам показали, типа, как могло бы все быть. Вот. Но серия неплохая. Мне понравилось. И, ну, со встречи этой, я надеюсь, все-таки этой маме помогут и все сделают. Очень крутой Азамат. Вообще всех прям разъебывают там. Классно сделано. Есть очень крутые поставленные кадры здесь. Ну, чувствуется, вот, профессиональный, просто классный сериал. Вот. Ну, в смысле, ну, Азамат он, в принципе, по делу, как бы, всем там выговоры делает. Все нормально. И забавно было то, что нам показали, как раз-таки, то, что Эстасаед в итоге там и, ну, давал всякие поблажки этим подрядчикам. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Предположение. Мне кажется, Азамат в итоге останется. А с подрядчиками они там как-то, возможно, распрощаются. Ну, может и нет. Не знаю. Интересно, интересно в любом случае, что будет дальше. Классный сериал. Наверное, это, не знаю. Я, собственно, и не смотрел особо никакие сериалы казахские. Ну, вот, Шакер. Но Шакер, он не такой крутой, как Саке. Саке прям вообще топ. А там, ну, там больше из-за того, что молодежь, как бы, и не такие профессионалы еще. И сам сюжет там более простой. Вот. Поэтому... Да, мол, их даже не надо сравнивать. Короче, Саке топчик. На этом все. Пишите комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Добиваем до 20 тысяч. Все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.